Аспекты колебаний и цепочек массы чередуются с элементарной ячейки 2 амора. А второе, все-таки, решить задачу беспорядочными источниками. Ну, собственно, таков план на сегодня. Сегодня Ильи для Ильича снова не будет. Поэтому, главное, надо было дойти его и разобрать задачи. Припуске у меня тоже есть задачи, которые можно порешать. Поэтому, кто хочет, можно обсудить его. Например, в качестве интересной задачки могу предложить посчитать спектр электронного графинина. Это, в принципе, достаточно интересно. В частности, можно показать, как там появляются релятивистские чистницы, квази-релятивистские. Знаете, графин знают сейчас все, это популярно. У него дециганальная решетка. Так он интересен тем, что там, конечно, спектр достаточно... Я его не знаю, что сложный, но он не сложный считается. Но там получается, что в некоторых точках зоны брюленов, уличных, спектр выглядит вот так вот. То есть там он ведет себя как-то в сложную сверху, но дальше он ведет себя как-то вот так. в виде конуса, чтобы так вот трясать. Вот уровень верный и четко попадает в точку соприкосновения этих конусов. Здесь действительно какой-то сложный дисперсий, а вот в низком энергетическом пределе получается, что электроны ведут себя так же, как частицы с линейным законом дисперсии. А этот закон дисперсии точно такой же, как он нейтрино. Поэтому электроны в графинии, получается, описываются эффективно в низком энергетическом пределе уравнение релят для нейтрино. Если она справедливая, можно, в частности, квантовую электродинамику перенести на графену. Вот в качестве задачи можно попробовать вывести этот элемент и получить уравнение вейлер эффективно на графену. Значит, кто хочет, можно это обсудить. Я скажу, где мы можем найти. Графеном сейчас занимается, в частности, выпускник нашей коллеги. Михаил Васильевич Костенсон недавно приезжал. Как вы его видели, сейчас он стал очень знаменитым и известным. Номинировался на Нобелевскую премию за графену. Геи Новосельцев известны, что получили Нобелевскую премию за графену. Но если вы посмотрите работы, там геи Новосельцев и Костенсон. Кроме первой работы. Кроме первой работы. Новосельцев? Да, я тоже могу. Новосельцев? Конечно. Новосельцев? Новосельцев, конечно. Служим правонам. Там был Новосельцев. Геи Новосельцев? Геи Новоселут. Так. Сразу не масло. Ну что, вперед. Кто получил спектр-то? Надо там до решетки системы. Никто печально. Надо это сделать. Так, можно только у кого не спешу систему Рубини. Система Рубини была такая. Омега квадрата. И минус 2F на M большое. На c с индексом К, плюс 2F на M, большое. Косинус КА. На bk. Равно 0. С и dk это обретение колебаний соответствующих атомов, атома с массой L маленькой, атома с массой L решает. А второе уравнение было такое. 2F на М маленькой оси минус K плюс мега квадрат минус 2F на М дека. Это блок бесконечной диагональной матрицы. Нам этот блок нужно диагонализовать. Посмотреть, какой еще будет степень. Так, мне с вами нужно так не уходить это делать, потому что я знаю, что это делаю, и что я сейчас. А я сейчас ботинки заверну. Могу увидеть. Давайте мы получим спектра, посмотрим в разных пределах, как сводится к спектру цепочки с одинаковой массой. Ну и попробуем понять из этой системы, что такое оптический и колебания, что такое оптический и чем они различаются. Я вас просто помню. Я бы что-то с ЦК вылетал. Чем вылетает ЦК. Качественный ответ мы с вами рисовали. На него мы и должны получать. Вчера я не в руку Твитаде не вынесен скопил. В руку Твитаде есть в отношении. Традиционно. Вчера не покупать. Нас когда вынесли туда. Так и осталось. Так, ну забывайте, кто определитель посчитает. Посчитайте. Нам из него у нас это делали. Что мы перейдем к источнику? Катническое. Так, что, про индикатор? Или индикатор? Да, простой определитель 2 на 2. Надо посчитать. Это нам дал закон дисперсии. Свяжет нам частоту омега в квадрат с волновым вектором К. А тут он малый. Здесь он малый. Это экстракт. Вот, что мы делаем на 3 равное. Да, да. Нулю, потому что нас интересует нетривиальное решение этой системы. Эта система всегда имеет решение х-катая равно д-катая равно нулю. Нас это решение не интересует, поскольку оно означает отсутствие каких-либо колебаний. Поэтому надо найти нетривиальное решение. Для этого надо, чтобы выполнялась равенство нулю-пределитель. Я вот не знаю, он может раскрыть сразу. А, не стоит. Ну, 3 раза. А, скобки перемножает. А, скобки перемножает. Ну, теперь можно... Теперь можно, наверное, расстроить. Так. А, скобки перемножает. Перенести, давайте перенесем, там можно будет по синус квадрат в синус квадрат превратить. Это общий нуждель в синус квадрат. Вроде должно быть все нормально. Да, преведенная масса должна получиться. Так, не стоит это делать. Если тесто очень тянет, то можно внести переведенную массу. Один номер равно один на М, то есть один на М. Средняя, что-то напоминающее средняя граническая масса. Так, ну и теперь давайте посчитаем, собственно, корт этого уровня. Подносительно омеги. Подносительно омеги, да. Нас интересуют те значения омеги, при которых определитель обращается в ноль. При таких омегах у нас система имеет нетривиальное решение. Дима, у нас у нас есть один на мегах у омега. Буквадратное уравнение. Угу. Без двойки с отжим-жили. БП по полам. Да, значит, перед. БП по полам. А, наверное, дипа по полу. Теперь это же штука по полу. Потом на два режиме. Миль. Просто А на С. Ну, ну, а минус А на С просто плюс 4. Синус. Синус. Так, ну вот, собственно, вот и ответ. Это спектр колебания, причём колебель. Ну, это функция, опять как бы периодическая период, который будет в два раза меньше, чем период предыдущей функции. Синус квадрат, видите, входит. То есть период будет П на два А. Да, здесь. Давайте поймём, какие из них акустические и какие оптические. Выпишем отдельные Омега плюс, Омега минус. Попробуем их проанализировать. Омега плюс. Попробуем опять на одну каплю отменить. Давайте. Есть на корню тоже надсею. Продолжение следует... 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 а именно нужно взять два наших решения, вот это и вот это, и по очереди подставить в эту систему, посмотреть, что при этом получится. Фактические колебания и акустические различаются по физическому смыслу. Надо сейчас это будет получить. Так, поэтому ваша задача не сложная, заключается она в следующей. Сначала рассмотрим фактические колебания, омига с плюсом. Возьмем фактическую верфь, вот эту, подставим ее вот сюда, и посмотрим, что в этом случае получается. Для простоты, чтобы меньше писать, давайте пока корень заменим какой-нибудь буквы алина, например. Потом он где-то все равно будет раскрывать, но пока так. То есть сейчас найдем, собственно, нетривиальные решения этой системы, отвечающие каждому из решений. Уберите первое уравнение, второе получается из него линейных зависимых. Уберите первое уравнение, второе уравнение, второе уравнение, второе уравнение. Возначим пока немножко. Так, я не очень понял. Так, f на m плюс альфа, все в квадрате. Откуда я сделаю все в квадрате? Так она уже в четвертой. А, это вы сюда, нет, это уже определитель. По нашей задаче сейчас найти нетривиальное решение системы, выросить цкатая через дкатая. Поставлять нужно какое-то решение. В любое из двух поравнений, например, в первое. Надо сейчас найти просто те решения, которые отвечают этим собственным решением. Угу. Угу. Разно нулево. Второе волнение получается линейно зависимым по отношению к первому. Поэтому оно никакой новой информации не даст. Поэтому давайте мы сейчас это упростим здесь максимально, что получится. Ну вот, например, переведем подобные. f на m. А у нас тут сейчас, этот, m примерно m мало? Нет, нет, это в общем случае. Не будем никаких приближений делать. Ну, я предлагаю сделать следующее. Есть копки раскрыть и сложить. Это сложаемо, это сложаемо. А тут? Как сложить-то идут? m, тут m. Ну, обратно вернуться от m к единице на m плюс единица на m. Ну, я решаю. Что вычесть? Что вычесть? Что вычесть? Что вычесть? Ну, подставьте просто то, что можно было раздумать. А, нет. Все. Да, и 1 на m это было единица на m большое плюс единица на m мало. с ч wakerym. ス Grill, tensor днем за час. Что вычесть, залище на м patience. И belum Voyных петель. Станин Г богое. И болееlü endpointie. Почему с тех пор? С forb�� wrote. Я еще 굉장. Откройку прощение. Hungary brand Ваши праздник? Играет музыка Все равно что-то должно упроститься Давайте мы на версии графин Все, чтобы его больше не писать Собираем отсюда Думаем, как это можно записать Более это самое Здесь будет 1 на m Минус 1 на m Тут будет 1 плюс 1 Минус 1 Здесь будет 1 плюс альфа Хочем так закрутировать 1 плюс альфа 1 минус альфа Можем здесь знак плюс Если закрутировать так, то здесь знак плюс А здесь тогда получается знак минус Должен быть Ну давайте так Плюс 2 на m Кусинус ка дк А нам же надо выразить цк через дк Да, надо выразить цк через дк Но там, насколько я помню задачку Когда-то смотрел Должен получиться довольно ясный Физический смысл Одно из этих колебаний оптические Оставляет центр масс на месте Второе А во втором амплитуды равны И антипараллельны А мы подставляем то вот это вот Омега 2 плюс А это же квадрат Нет, здесь все правильно Подставили ему все верно Так Так вот Теперь надо как-то исхитриться И А центр массы что-то делать А мой результат должен быть такой Что при амплитуде колебаний атомов равны Противоположны по знаку А акустические колебания Оставляют центр масс на месте Или наоборот По-моему вот так вот То есть при акустических Должно получиться так Что дкатая Делить на цкатая Как минимум с единицей А при оптических При оптических А при акустических Группе так Что дкатая на цкатая А пропорциональная А большевая на умалая Так что оставалось В центре массы Вместе А когда тут не получить Это хороший вопрос Надо подумать Может на альфа надо А тут надо Что-то на что-то домножить Чтобы получилось Чтобы получилось Прощение Я бы Если бы сам стал делать Я бы наверное Попробовал 2 на m Косинус ха Выразить через альфа Потом может быть Что-нибудь Отсюда бы и вынеслось Почему мы не хотим Использовать второе Наше уравнение Потому что Мы считали Те значения омега При которых Определитель обращается В ноль Значит уравнения Становятся линейно-зависимыми При этом При этом Эти уравнения Должны стать Одинаковыми Второе уравнение Не несет никакой информации По отношению к первому Это одно и то же Уравнение получается Хотя может быть Есть смысл Подставить этого второе Потом что-нибудь С чем-нибудь сложить Или что-нибудь Чего-нибудь вычесть Это Это Идея Может быть Сработает Поэтому Они приедут Конечно Линейно-зависимыми Смысла Так вот Небольшого Не вижу Но Может быть И стоя Но если мы Подставим Это во второе У нас Получено следующее Здесь будет Два Это же Самая Величина Небольшая Они знаменатели будут разные Вот В один плюсаке в один плюсаке в один плюсаке будет Малое Надо Вот это Одношко Однемножить Или что-то с чем-то Может быть Вы говорите Я не очень понимаю Зачем Сейчас Надо Да, до следующего раза, да? Нет. Подумать действительно надо, поскольку у доски так плохо думается. 5 минут походим. Сесть и попробовать. Давайте сделаем перерыв. Потом нажать, потом на запряженное этому выражению. Это у нас сопряженное возникнет во втором слагаемое. В смысле? Уже все сравнение нажать на сопряженное, что вы сейчас выписали, во втором слагаемое. Да, это понятно. Может быть первое слагаемое какое-нибудь что-нибудь даст. Что вариант, выразить 8 минут через альфа? Может быть это тоже что-нибудь, чтобы при этом уничтожиться? Надо подумать, потому что здесь сходу не придумывается. Или выразить, или выразить отсюда 5 минут в квадрат, а потом переделать его в 8 минут. Это не очень просто. Но если нет, то мы, наверное, лучше решим вторую задачу. Кстати, надо даем себе. А на перерыве не надо думать. Тоже нет. Не надо, надо отдыхать. Тоже нет, надо. Правильно стираем, а потом переходим к следующему. Посмотрите, ответ должен быть такой. В одном случае центр МАС должен заместиваться, в другом случае должно получиться смещение противоположенной части. То есть оптические колебания характерны тем, что смещение атомной цепочки направлено на встречу друг друга и равны полуторию. При акустических колебаниях в месте остается центр МАС. Вроде так, правда как-то это отсюда не очень видно. Но я не думаю, что это сложно, надо сообразить, как это выражение преобразовать. Так, у нас осталась задача со случайными источниками. Давайте мы ее соберем. Все вместе. Скажите мне паролировку. Либо я скажу паролировку, скажите, такая или нет. У нас есть начало координат, точка О. Есть некоторая прямая по значению нерушевого х. На этой прямой есть n вов. Расстояние между узлами А. Постоянное. Расстояние между узлами постоянное. Давайте мы координаты этих узлов будем начать с нулевое, х первое и так далее, и с n вов первое. Ну и в каждом из узлов есть источник излучения. Значит источник излучения на ИТО в уголе. Будем его начать с ИТО. Это есть Е в степени ИК на ИТО. Излучение от ИТО в точке наблюдения О. Ну и амплитуда. Есть случайная величина, которая может принимать два значения. Либо А1, либо А2. В всяком случае, вчера вечером у меня задача все посмотреть. Но у меня никак не было просмотрения. Вначале мы что-то решаем. Так, вы мне только скажите формулировку брали? Что-то не то? Нет. Ну источник то, что на большом расстоянии А. ИТО. М? Источник то, что на большом расстоянии А. А это важно? Не знаю. Так это нигде вообще потом не участвует. Нет. На большом расстоянии. Не говоришь, что очиститель большое. Это влияет, а потом влияет. Интересно. Непонятно. Но в условиях везде это было. Мы все это беспокоились о чем разом надо. Нет. Но потом так случилось, что оно вообще никакое. Ничего не было. А где? В том же и дело. Не важно. Не важно. Вроде это нигде здесь не должно быть. Так, ну давай не думаешь. На самом деле решение ее не сильно сложнее, чем решение каких-то задач. А именно электрическое поле в точке Ом. Полное электрическое поле это и сумма по всем углам решетки. Амплитуда внутреннего источника на Е в степени и К, и К, и К, и К. Амплитуду внутреннего источника мы будем считать вещественной. Она, конечно, в общем, очень комплексная. Может включать в себя базовый сдвиг. Будем считать, что базовый сдвиг всех один и тот же, квадрат не равен нулю. Смысл считать ее комплексной. Вместо квадрата Амплитуды писать квадрат мудра ничего нет. Это электрическое поле в точке наблюдения. А от ХИТ это случайные величины. Пишем интенсивность. Интенсивность в точке наблюдения. Это есть. Ена Е сопряженная. Я, конечно, не пишу векторов по реализации. Это все здесь лишнее. Что ему не интересует. Это будет сумма пом и й от единицы от нуля до минус один. А от ХИ. А от ХЁ. Е вещественное сопряжение. Я здесь напишу. Е в степени ИК. ХИ минус ИЦ. Проблема этого вооружения в том, что Амплитуда здесь тоже является случайной величиной с некоторым законом распределения. Поэтому для того, чтобы получить наблюдаемое, нужно взять среднее от этой случайной величины. Мат ожидания. Поэтому нам либо проще ее усреднить. Давайте мы ее усредним. Я пока напишу просто углубые скобки. А потом мы подумаем, что они означают. Средняя амплитуда это весит сумма 2 и й от единицы от нуля. Эдиницы в спереди. Н в источниках. Среднее значение А от ХП и А от ХЁ. на экспоненту. Экспонент, разумеется, не усредняется, поскольку эта величина не случайная, а это просто число. Давайте подумаем, что у нас представляет средний А от ХЁ на А от ХЁ. Вообще давайте подумаем, что мы предполагаем. Может быть так, что, грубо говоря, значение величины на одном узлов влияет на значение величины на другом узлов. В этом случае эта задача становится непробиваемой и надо уже знать какие-то конкретные распределения. Поэтому мы, конечно, будем предполагать, что источники статистически независимы. А это означает уже то, что значение амплитуды на одном узлов никак не влияет на значение амплитуды на другом узлов. Значит, это уже произведение среднего. Это как раз и есть тот единственный тонкий момент в этой задаче, который надо четко понимать. Это будет произведение средних, когда И отлично от Ё. И будет квадрат среднего, когда И равно Ё. Больше здесь никаких сложностей нет. Поэтому здесь можно быть очень аккуратным. Почему? Потому что если И отлично от Ё, то это распадается на А от ХЁ среднее и на А от Ё среднее. Мы не вразим доску при И не равном Ё. Ну а когда индексы углов совпадают, то это будет квадрат среднего, которое не равно среднему квадрату. В общем случае. Это будет А квадрат от ХЁ среднее, если И равно Ё. Ну теперь как вычислять это среднее? Для того, чтобы вычислять среднее, нужно задать закон распределения. Закон распределения вы можете задать здесь любой, это не очень принципиально. Можно считать, что А в общем случае среднее значение величины А вычисляется, зная ее закон распределения, ну известно как как интеграун с функцией распределения величины А по всем ее возможным значениям. То есть закону, как функцию распределения можно выбрать, какую волк надо положить. Сейчас здесь, ну может. Кому хочется взять галлу своего равномерного распределения, либо какое-то другое. Но Илья Леонидович его сделал проще. Он вам задал дисклейтуру случайную величину с двумя возможными значениями и с двумя вероятностями. То есть в нашем случае все гораздо проще. То есть величина А может принимать два значения А1А2, с вероятностью 1А2, с вероятностью 1А2. Кто хочет, может написать ИСПКУ. Там различные вероятностями. У нас даже была она непрерывно распределена в секунде для функции распределения, а группа казана таблична двумя возможными значениями. Поэтому, конечно, среднее значение А в данном случае, это не просто над ожидания, которое мы чувствуем в интервью курсе. Ну, у вас я и не рассказывал эти вероятности. Рассказывал тот и другой, но все равно вы, наверное, помните, нам под отличие вычисляет 2А1. Вот все. Ну, а, соответственно, для А среднего квадрата то же самое, потому что закон распределения квадрата соподается с законом распределения самой величины. Поэтому для квадрата, где А квадрат, значения будут А1 квадрат и А2 квадрат. Ну, а вероятности не изменятся. 1 вторая, 1 вторая. Поэтому среднее значение квадрата это есть 1 вторая А1 в квадрате плюс 1 вторая А2 в квадрате. Ну, если, опять-таки, вы хотите решить задачу посложнее, и там зададите квадрат свою функцию распределения, а не просто два значения возможных, сделаете А непрерывной величиной, то есть задачу более-менее реалистичной, ну, тогда среднее значение А2 будет считаться тоже стандартным образом. Ро А2 можно сделать только более-менее реалистичное. То есть, по-моему, большой суть на это не играет. Для нашей простой задачи беспорядок можно создать вот таблички простые, двух возможных значений. Поэтому теперь наша задача заключается в следующей. Я это все растеряю. Оно нам вроде как больше нет. Надо посчитать эту сумму, посчитать среднюю интенсивность, от учетов того, что сделано тех замечаний, которые нами сделаны. Ну, давайте мы эту сумму разобьем на сумму О и Й, где И не равно Й, и на сумму, где И равно Й, правильно? Раз у нас разные значения получаются, ну, логично сделать так. Среднюю интенсивность разбить на сумму того, где И не равно Й, двойную. В этом случае среднее значение разбивается на произведение средних, которое будет просто 1,2 А1 плюс 1,2 А2, все в квадрате. Для каждого узла законы распределения совпадают, поэтому у нас просто это общий множитель ввести. Ну, а здесь будет Е в степени ИК ХИ минус ХЮ. Здесь ХИ минус ХЮ в ноль нигде не обращается. Ну, и к этому нужно прибавить сумму тех значений, где совпадают и Й. Мы можем написать сумму по И от 0 до Н минус 1. Таких слагаемых будет Н штук. Там среднее будет представлять себя средняя квадрата. Поэтому мы его можем, только что я его записывал, что будет просто 1,2 А1 квадрат плюс 1,2 А2 квадрат. Ну, а экспонентом будет просто Е в степени 0. Это будет средняя квадрата единица. Поэтому здесь от И ничего больше не зависит. Здесь будет просто Н на вот эту величину. А эту сумму надо будет посчитать. Так, здесь я общий множитель вношу. Вот на четвертая. А1 плюс А2 квадрате. На сумму по И неравному Й. Е в степени ИК ХИ минус ХЮ. А здесь будет просто Н пополам на А1 квадрат плюс А2 квадрат. Ну, собственно, теперь вся задача заключается в том, чтобы посчитать сумму по И неравному Й. И если это делать в лоб, то можно сделать новый ошибок. Мы так делать не будем. Поэтому опыт показывает, что надо сделать так. Посчитать сумму по И равному Й и вычесть из нее диагональнее слагаемое. Это гораздо быстрее. Поэтому давайте мы это перепишем вот так вот. Всяком случае, вчера я вечером сел, чтобы уже 12 посчитать, попробовал посчитать под лоб и понял, что я не прав. Потому что если считать вот так вот, как и при неравном Й, ну, получится сложно. И ошибок можно сделать везде. Поэтому давайте мы заменим это на сумму по И, а вычтем просто тут диагональнее слагаемое. Это и быстро, и приведет к тому ответу, который мы уже считали. А1 плюс А2 в квадрате на сумму способа И от 0 до Н-1. Е в степени ИК, ХИ минус ХЮ. Ну, а вычтем надо будет то, что получается на диагональе. На диагональе получается не трудно видеть следующее. А1 четвертое, А1 плюс А2 в квадрате. Ну, и надо умножить будет просто на Н. Н на 4. Плюс Н попало. А1 плюс А2 в квадрате. Это вот надо теперь вместе сложить, привести подобные. Пригоните. У себя. А первую сумму вы считали Сергеем Ильичем на первом занятии. Поэтому, собственно, нам уже больше здесь ничего делать не надо. Сейчас напишем просто ответ. Что там, 3 четвертые, 3 четвертые? Нет, там не 3 четвертые. Там квадрат суммы должен переделываться в квадрат разности. Считайте. Видите, это еще не знаю, как получится. Должно получиться. Получится. Считайте. n на 4 квадрат разности со знаком плюс или минус. плюс. Да. Хорошо. n на 4 квадрат разности. Давайте запишем так. Здесь у нас четвертая на квадрат суммы. а1 плюс а2 в квадрате. Ну и вопросы среднеэлектрические отходы на квадрат. Так, сумму вот эту вот вы считали. Да? Ответ какой для нее? Кто помнит? Это просто сумма, которую считали на первом занятии. там что-то и 1 минус косинус k на n. Смотрите, вы сверлили. Вроде говорили вот так вот. Да. Взявить единицу минус косинус k. Еще на а. Еще на а. Нет, здесь нет, здесь нет. Здесь 15. Так, ну а здесь получается минус, плюс, плюс а1, плюс а2. А2, минус а2, квадраты. n на 4. Потом. Здесь прям большой. Минус же там будет. Здесь минус будет? Вроде да. 10 плюс. Да. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Почему это плюс? Почему нет? Плюс? Нету плюс а1, а это 4. Где минут? 10 минус? Нет, не надо. Это все равно. Плюсом, наверное, да. Потому что здесь же по полуму стояло. Увязать 0,4 вы его чтите. Так, ну смысл-то какой в этом получается? Получается, вот эту функцию мы уже знаем. Ну вот, когда при n идет к бесконечности, то можно показать из предела дельта-образной последовательности. Здесь получается просто последовательность дельта-функций при k на а равном нулём и на переводах. То, что мы как раз получали с Эдмиром Ильдовичем. Поэтому давайте мы сделаем так. Вот эта функция нам уже известна. Эта функция нам уже известна. Физический смысл здесь будет такой. То есть у нас садат два различных типа источника и функцию распределения случайно между ними, то мы получим следующее. Значит, у нас была вот эта вот наша функция, которую мы рисовали в первом занятии. Смысл у него такой, что там в нуле будет максимум, правильно? И дальше максимуму большие будут при k равном при на а. То есть вот идет при пин а, при два пин а, при три пин а, то есть будут здоровы вот эти максимумы. По идее, если он устремит к бесконечности, можно аккуратно показать, что здесь получаются дельта-функции, а все остальное умирает, что мы видим. Вот мы и так вот рактейн рисуем. Это вот первое слагаемое, что из себя представляет. Ну а второе, что из себя представляет. Второе, видно, что ткань не зависит, это просто будет шум. Шум это будет пропорционально разности между амплитурами. Я зачем-то его нависывал волнистым, хотя никаким волнистым он, конечно, не будет являться. Будет просто постоянно. Это будет сигнал шума. Ну видно же, сигнал шума пропорционально разности этих амплитур А1 и А2. Если мы положим величину А не случайной, то есть я могу дать его распределение такое, это А с вероятностью 1,2, и А с вероятностью 1,2. Ясно, что этот конкурс цепо не распределения на кристалеке случайной величиной, сколько принимает его одно значение. В этом случае сигнал шума просто уйдет, ну а это превратится в то, что мы уже считали. Поэтому ответ здесь такой, беспорядок вносит шумовой сигнал на линогенограмму. Это всем известно. Вот, собственно, у нас и получилось. Наверное, у нас это что-то будет. Я не знаю, что ли получится создать более сложный заход в распределение, наверное, шум получится более какой-то реалистичный. А может быть, даже модулированный по канатам. Это черт разное. Не знаю. Может быть, что-то из них есть. Надо подумать. Там у нас единица минус косминус 2к должен быть еще. Чтобы у нас перелить. Минус косминус 2к? Да. А здесь? Нет. Там так и вот. Сверху правильно. Сверху и 2к. Так, ну вот, собственно, вот и ответ. Если он подтверждает. То есть мы получили шуму 8к. То есть мы получили шуму 8к. 2к, когда это зона крюля, это ужиряется. Сужается, точнее, 2к, ну не зона, а периода. Ладно, бог с ним, в общем, идея подняла, что есть. Так, ну что, на сегодня вроде как все. У нас там осталось что-то с антистатическими болезнями, и мне надо рассмотреть, что там про графен. Что там про графен? Про графен, это я предлагаю вам посчитать самостоятельно. Если кто-то возьмется сделать этот доклад и разобрать, то я скажу тебе почитать. Ну, в принципе, там идея довольно простая. Что графен, он на гексиганальной решетке. Правда, сейчас его с бухтой барактой не нарисовать. Гексиганальную решетку. Вот, где-то, вот так вот. И для нее нужно использовать довольно простую модель. То есть считать, что гексиганальная решетка состоит из двух подрешеток треугольных встанок, однако одна в другую. Подрешетка А. Каждый атом подрешетки А оборужается атомами подрешетки В. Ну и есть интегралы перескока постоянные. Т, Т и Т в каждом из направлений. Взять простую модель, перескока между атомами одной подрешетки, атомами другой подрешетки, и ее диагнозировать. Ну, я сейчас только так вот на скидку не напишу, не правильная формула, но идея такая, что дальше вы берете простую, то, что называется модель сильной связи, она та самая tight binding. И пишите гексиганям для этой модели в следующем виде. С штрих между подрешеткой А на С подрешеткой В с интегралом перескока Т, ну и плюс металострижение. И надо это диагонализовать и получить точный спектр. Нам ничего не понятно. Только при блоге. Вы какими-то не рады. Вы национальный момент? Интеграл-то есть сколько, знаем что такое, а причем тут непонятно. Так, ну давайте так, если кому-то интересно, я дам задачку, то и вместе будем разбирать это по нему. Смотрите. Ну, интеграл-то, здесь-то все просто, берете один оператор рождения от самого электрона. Это просто располагаемо описывает перескок атома с одной подрешетки на другую. Но так же вы приняли цепочек. Точно так же. Вот у вас и прочее. Здесь будет сумма во всем подрешеткам, во всем атомам. Надо еще индексы писать. Берете, есть атом на подрешетке а, он может перескочить сюда, сюда или отсюда. Точнее отсюда он тоже может перескочить на подрешетку а сюда, сюда, либо обратно. Это тоже принадлежит подрешетке а, подрешетке а, ну и так далее. Вот это тоже. Вот, собственно, нашим параллельно фене. Потом надо будет вот это вот, это перевернение направо записать, диаметализовать его, ну и получить теоретический скептор. Там сам спектр получить довольно несложно. Потом надо будет его разложить на границе зоны Брежевена и получить спектр опрощенный. Так, ну что, есть желающие? Да не будете сейчас расстреливать себя? Да, литература. Литература следующая. Значит, я могу прислать просто на мейл статью, на память, я не помню, где вот это как раз наше начало есть. Но потом, если будут вопросы, просто вот можно ко мне прийти, и с одной обсудить прямо на месте. Вот тут кто-то сделает деклад и доски расскажет нам, что получается. Статью я просто пришел. Надо будет еще статьи, значит, еще. Это задача, на самом деле, в 47-м году была решена, или в 49-м. И она сначала была задачей не для графина, а для графита. А графит, это просто сейчас это модное слово. На самом деле, спектр графита получается точно так же. В сумме графит состоит из слоев, которые слабо связаны между собой. Вот для электронов слоя можно написать простую модель сильной слои, ее диагонализовать, ну и получить то, что там получается. слои под подниматься. Скажите именемат, куда мы отправим. Вшли к именю письмо, а я вам отправлю. Наша есть прочная игла. Мы спросим, у нас есть прочая игла. Это тоже так только остается. Что? Остается. Есть какая-то видео опция, где вот на салок что-то такое расскажу. Да, это известная мне левка, он ее считал в Фиане, по-моему, по династии, да, она, в принципе, есть в Мураке на кубке, к СВСУ. А можно ли его пригласить? Пускай он на зимний файл у нас по выступаю? Я уверен, что сейчас его пригласили отрубительно, поскольку он уже живет постоянно в Ирландах. Институт, по-моему, Найменихена. Когда-то он был более доступен, когда работал в BFA, это было начало 2000-х, он нас преподавал тогда в лицее, натуральском. Я ему какой-то экзамен уже сдавал, сейчас смогу прийти в АСЛИЦЕ. В чем этот графен интересен, у него дубликации много, но в частности квантовый эффект холла в графене интересно. Можно, как продолжение этой задачи, посмотреть также уровни лондау. Здесь они, в отличие от обычных уровней лондау, получатся пропорциональными формами, а не с небе. Вы где-нибудь изучали? Или откроем в сильном магнитном поле? Тоже хорошая задачка. Тоже хорошая задачка. Может быть, но в принципе тоже хорошая задачка для нас, поскольку она довольно простая. Она вполне по силам в любом уровне. Ничего сложного нет. Посмотрите электроны в сильном магнитном поле, что получается при этом. Так, ну ладно. Начали лобмейл. Присылайте письма, а я просто могу выставить статью. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок